Запустить для телезрителей этот сюжет. Год назад, в сентябре, когда Юлия Барсукова так неожиданно выиграла Олимпийские игры, казалось, что сбылась ее мечта. Это если мыслить стереотипами. Но есть же такой стереотип, что каждый спортсмен грезит Олимпийским золотом? Стереотип есть. Но мне кажется, он неверен в случае с Юлией Барсуковой. Это почему? Ну хотя бы потому, что выиграть в Сиднее она даже не мечтала. Тогда получается, что этот фрагмент в ее спортивной биографии полнейшая неожиданность. Да, фрагмент неожиданность, а мечта это совсем другое. Это лед, скольжение, вообще все, что связано с фигурным катанием. Именно Юля придумала совместить гимнастику и фигурное катание. Сочетать, что умела великолепно и что очень хотела уметь. Ведь начинала в спорте Барсукова именно с коньков. И только потом перешла в художественную гимнастику. Фигурное катание ей нравилось всегда. К тому же Юля отлично помнила, что у нее получалось. Поэтому в 22 года она рискнула снова выйти на лед. Неожиданно очутиться в холодном ледовом дворце после родного теплого зала. Променять комфортные полутапочки на жесткие ботинки. Превратиться из аса в новичка. И разучивать по новой элементарные шаги. Для меня казалось, что я умею кататься. На самом деле нет. Для обычного человека, который не занимается спортом, это да, это хорошо, я каталась. А для фигуриста это все-таки плохо. Приходилось, все училось с начала самого. И все всякие элементарные движения, просто скольжения, беговые шаги. Очень тяжело было. В том, что мы наблюдаем на льду, пока тренировочным, пока скрытым от общественного внимания, конечно, скрывается не одна история, а целая косичка сюжетов. Люди, которые остались рядом. Люди, которые предпочли удалиться, хотя публично этого не признают. Новые помощники. Новые друзья. То, что тоже подтолкнуло уйти с гимнастикой, конечно, знакомиться с Денисом. Просто хочется быть с ним рядом. Потому что я стренируюсь, невозможно находиться. В Москве вообще редко, когда бываешь. Тем более вместе. Очень тяжело. Получится, какая же семья, да, в разных углах все. Денис Самохин вовсе не наставник для Юли. То, о чем она начала размышлять практически сразу после Олимпийских игр, для него было лишь ребячеством. Ну, или, если хотите, девчачеством. На показательных выступлениях чемпионата России он со своей спортивной партнершей Анной Семенович всерьез и в шутку размышлял о будущем на льду. О своем будущем. Газетное интервью олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Юлии Бурсуковой, в которой она сказала, что она хочет кататься с Денисом Самохиным. Я готов открыть секрет. Юля, это в жизни. Я ее люблю в жизни. Аню я люблю на льду. Поэтому я собираюсь кататься с Аней. Прелестно. К его собственному удивлению, Юля оказалась честнее в своих устремлениях и преданности Денису. Ну, с самого начала я не верил в это, что она там будет заниматься, что ей будет это интересно, а потом пошло по накатанной и стало и мне интересно, и ей. И все-таки мне кажется, что между фигурным катанием и художественной гимнастикой больше сходств, чем различий. А мне кажется, что похожих вещей всего две. Это композиции под музыку и субъективные судейства. Ну, а сколько же, по-твоему, различий? По-моему, их масса. В одном случае это лед, в другом ковер, это субтильность гимнастик и атлетизм фигуристок, потом в художественной гимнастике главные броски, фигурным катанием и прыжки, ну и так далее. Хорошо. Тогда я знаю еще одно сходство. Какое? Это Юля Барсукова. Девушке из гимнастики действительно сложно схватить хотя бы принцип скольжения, который прежде всего нужно выполнять на согнутых коленях, что в гимнастике просто запрещено. Конечно, за год забыть все старые привычки невозможно. Тренируется Юля в любимых лосинах и наколенниках, да и в руках все тот же мяч. Хорошо знакомая композиция на музыку Синсанса и неизменный образ умирающего лебедя. Правда, на коньках лебедь иногда действительно умирает. Я чуть-чуть пока стыдна, потому что то, что я делала на ковре, с этим не сравнить. Мало что я умею и так неуверенно все делаю, поэтому еще много-много надо учиться и работать. Своей работой Юлия Барсукова может сделать так, что совсем скоро стыдно будет уже всем остальным фигуристам, которые в угоду атлетизму уже давным-давно забыли о том, что такое гибкость, растяжка. Если Юля освоит вращение, то этот бильман будет беспрецедентным, а ее спираль в гимнастическом равновесии уже сейчас совершенно новый стандарт. Безусловно, такой прогиб шокирует любого тренера по фигурному катанию. Но это же пояс, к которому Денис теперь подключился не только как муж. Я поставил перед собой цель, Юля тоже очень хочет, в принципе, на это можно жизнь положить, создать собственное шоу в России, которому не было бы аналогов не только в России, но и в мире. Мы пытаемся это сделать, у нас есть идеи, есть люди, которые помогают в этом. И плюс еще третья цель – это создание нового вида спорта. Ну, рабочее название художественной гимнастики на альбе. Там можно придумать все, что хочешь. Художественное катание или фигурная гимнастика – какая разница, если в этом виде спорта уже практически есть своя олимпийская чемпионка. Наталья Пакуева, Василий Соловьев, Алексей Владимирский и Томилов. НТВ+. Ножки параллельны. Ой, счастливее. Ой, видишь. Ну, и просмотров. Окей. Ой, видишь. enseite sabor. Похожественное vs. Эйс кс-кс-кс-кс. Ш winner, Railwind. Пресс, cai. Белоз, boarding, Лучше. И Белоз, собака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok